Приветствую вас! Хотел бы сразу предупредить о том, что вот я заметил, что человек вы верующий, вы говорите, что между мусульманством и христианством вы находитесь, вот, то есть еще не определились, но оно и понятно, 24 года, вот, определиться в таком сложном вопросе достаточно проблематично, вот, но я думаю, что все обязательно у вас будет хорошо в этом аспекте, в том, что касается именно этого аспекта, да, вот, но то, что я скажу, возможно, вам не понравится, просто в силу того, что психолог и психология в целом это наука, наука к религии имеет видна и видна посредственное отношение, да, вот, я бы даже сказал, что они стремятся к взаимоисключению друг друга, вот, поэтому если вам что-то не понравится из того, что я скажу, то это ни в коем случае не преследует цели вас как-то задеть, обидеть или унизить, это просто профессиональное мнение с точки зрения науки, с точки зрения психологии, вот. Итак, вы пишите, у меня родственные души с моим преподавателем и я похоже в него влюбляюсь. Ну, во-первых, надо сказать, что родственные души, само понятие родственная душа, это достаточно сильная идеализация. И достаточно сильная идеализация отношений в целом и человека как такового. Я верю в то, что родственная душа, вот, ну, как вам кажется, да, что это родственная, ну, что это действительно родственная душа. Я верю в то, что вы так думаете, но не кажется ли вам, что в данном случае понятие родственная душа является, ну, по сути, мистификацией отношений? Вот. Является, по сути, идеализацией отношений. А значит, можно говорить о том, что вы, скорее всего, сами того не желая, рассматриваете отношения в качестве средства для реализации своих целей, своих, ну, желаний каких-то, понимаете? И если это так, если это так, если это так, действительно, если это так, то в первую очередь вам нужно, вот именно в первую очередь, вам нужно разобраться с тем, чего хотите вы, именно вы, конкретно вы, то есть что нужно вам для себя, например. Снимается? Вот. Это важно, потому что ваши желания, они, ну, как бы естественным образом, должны реализовываться. Вот. Понимаете, да? И если они не реализовываются, то, соответственно, вам будет достаточно тяжело в этом аспекте. себя преподносить, скажем так, то есть вам будет очень сложно действовать независимо от, ну, независимо от других людей, а это в свою очередь вам в общем-то помещает проявлять себя максимально адекватно. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что действовать вам нужно именно так, действовать. действовать вам нужно именно так, в первую очередь. Что такое родственная душа? Как вы понимаете, это, да? Вот. То есть, ну, что вы понимаете под родственной душой для себя? Вот. Какое, какое, какое значение вы в это вкладываете для себя? И уверены ли вы в том, что ваш преподаватель разделяет ваши взгляды в этом направлении? В том, что он, вот, считает так же, как вы. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая история. Это, конечно, нужно обязательно учитывать. вот. Вот. Дальше. Вы пишите, я в него влюбляюсь. Ну, вот, понимаете, в чем дело, да? Влюбчивость, влюбленность, это скорее желание, это скорее, опять же, идеализация. Та же. Понимаете, какая история? Та же, если я в кого-то влюбляюсь, это страсть. Это хорошо. Трасть это хорошо. Когда есть, ну, когда есть, например, взаимность. Вот. Трасть это здорово. Когда есть взаимность. Вот. А, но, но, страсть это плохо. Когда взаимности нет, и когда, вот, как у вас это происходит, значит, ну, у вас это происходит так, что вы влюбляетесь за только ваше желание. И всё. Понимаете? Вот. И получается, что вам чего-то уже не хватает. Понимаете? Получается, что вы уже нуждаетесь в том, в чем-то. Например, вы нуждаетесь, там, я не знаю, ну, в этом мужчине. Да? В мужчине году, который, вот, сейчас, вот, на данный момент, да, с вами. Например. Вот. Вы в этом нуждаетесь. Понимаете? И это нужно обязательно исследовать. В чем вы нуждаетесь? Чего вы хотите? Что вам нужно? Понятно, да? Понятно, чем идет дальше. Вот, это, пожалуй, то, о чём нужно сказать. Далее, что делать, вы задаете вопрос, что делать, да, и ответ на него будет звучать примерно так, что делать, да, что делать? А, значит, что делать, чтобы что? Вот, это ключевой момент. Что делать, чтобы что? Чего я-то хочу? Какая у меня цель? Ну, мы сейчас до этого дойдём, да, то есть, посмотрим ваши цели, подкорректируем их, это, сейчас ещё дойдём до этого. Пока так. То есть, что делать, чтобы что? А, он разведён, пишите, вы, детей нет, но до сих пор любит свою бывшую жену и ко мне, ну, как к другу и не больше. А вы, аноним, не думали о том, что он относится к вам, как к другу, не потому что любит свою бывшую жену, кстати, откуда вы это знаете, а потому что вы много младше этого человека. То есть, почему вы считаете, что из-за жены он относится к вам, как к другу. Вот здесь, мне кажется, уже имеет смысл вам обратить своё внимание на треугольник Карпмана, да, есть вот такой треугольник, треугольник Карпмана, вот, который раскрывает человеческую позицию в тех или иных ситуациях. Вот. Ну, в данном случае, в данном случае можно говорить, да, о ситуации вашей. А, ну, конкретно вашей ситуации, с которой вы столкнулись. Вот. То есть, здесь вы выставляете, выставляете, как бы, вот, его бывшую жену, кем-то вроде демона, да. Соответственно, этот преподаватель, это ваш спаситель, с которым, которому у вас есть чувства. А вы, соответственно, это жертву. Вот. То есть, вот, нужно, соответственно, почитать про треугольник Карпмана. Может быть, вы найдёте в себе нотки спасателя, может быть, и дальше преследователя. Дальше. Мне двадцать четыре года, ему сорок. Уважаемый аноним. Дело в том, что, когда между людьми такая, достаточно, ну, большая разница в возрасте, можно говорить о том, что есть проблемы во взаимоотношениях с родителями, как правило. Вот. То есть, ну, всегда есть проблемы во взаимоотношениях с родителями. То есть, это, соответственно, ну, это проблемы в вашем, в вашем случае, да, в вашем случае, это проблемы такого характера как недолюбленность отца, отдалённость отца, слишком близкие отношения с отцом, не взаимодействие ни с кем, кроме отца, строгость отца по отношению к вам и отсутствие интереса к вашим, ну, скажем так, к вашим ровесникам, да, то есть, к парням, которые, которые являются, ну, примерно одного возраста с вами, да, то есть там, ну, плюс-минус, плюс-минус, там, три-четыре года, плюс-минус пять лет. Вот. То есть, пять лет, это, в принципе, это нормально, да, еще. Вот. А вот, в принципе, то, что можно сказать, да, то, что вот можно выразить. То есть, 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 есть проблема, проблема взаимодействия с отцом какая-то, скорее всего. Есть такой элемент, что не интересно молодые люди насчет вашего возраста? Есть такая история? Скорее всего, скорее всего, и это, это то, с чего вам нужно начинать, на самом деле, это то, с чего следует начинать свой путь изучения себя. Почему, почему мне понравился, да, именно этот мужчина, именно такой, почему я считаю, да, значит, родственной душой, почему я считаю, родственной душой человека, который меня старше, ну, как бы, намного, да, но, понимаете. И вот этот тоже нужно исследовать, обязательно. Для вас, вам точно, вам точно. Дальше. Так, религиозный мусульманин, есть кто-то между христианством и мусульманством. Ну, если человек религиозный мусульманин, то, скорее всего, вас он не примет, ну, соответственно, да, потому что вы, потому что вы не той веры, вот, и вам нужно либо стать мусульманкой, вот, то есть полностью, полностью перейти на его веру, вот, либо у вас, скорее всего, нет шансов, даже, вот, знаете, какая история. И тут еще возникает вопрос, да, о том, насколько, вот, насколько, вот, вы готовы все это делать. Ну, понимаете, о том же произойдет, я надеюсь. Вот. Дальше. Я хочу с ним отношений, пишите вы. Зачем? Для чего? Для чего вы хотите отношений? Этим человеком. Вот. Почему вам так это интересно? Чего не хватает вам? Ну, вот, эээ, да, вот, эээ, судя по тому, как, как вот, как, вот вы хотите, ээээ, ну, как вы хотите отношений. Вам это, вам это важно. Чем? Ведь вы говорите, что не хотите сделать его счастливым, вы не говорите, что хотите этого, вы говорите, что хочу с ним отношений. Именно отношений, хочу именно быть в отношениях, быть частью целого с ним. А, значит, вам не хватает чего-то для себя. Эээ, так как он религиозный человек, если сразу захочет, сразу жениться. Ну, так как он религиозный человек, если захочет, сразу жениться. Ну, не на мне, так кажется. Аноним, эээ, что вы здесь написали? Вот, вы извините, конечно, но я просто не понял. Я просто не понял, что вы написали здесь. То есть, вы говорите, эээ, так как он религиозный человек, если захочет, сразу жениться. Непонятно. Но не на мне, так кажется. А вы хотите, чтобы он на вас женился? Зачем? Откуда такая спешка в построении семьи, ну, в двадцать четыре года? Мне хочется ему сказать про свои чувства. Зачем? Вот все тот же вопрос. Зачем? Это сделает счастливее человека, который с вами сейчас. Если вы говорите, что он любит свою бывшую жену, то есть он еще в отношениях с ним. Сделает это счастливым преподавателем, что вы скажете ему о своих чувствах. Как вы думаете, как вы думаете, сами как вы думаете, сами как считаете? Сделает ли это его счастливым? Мне кажется, мне кажется, что нет, не сделает. Мне кажется, что не сделает. Потому что он в отношениях, как бы, со своей женой еще, еще. Вот. Он от них еще не отошел, а вы уже ему говорите про свою любовь и сердце. Он будет думать, что вы от него станете что-то требовать, чего-то ждать, и предпочтет от вас отдалиться. И будет прав по-своему для себя. Вот. Вы пишите, я боюсь, что это приведет к концу нашей дружбы. Вот опять, страх. Да, страх. Чего боитесь? Почему боитесь конца дружбы? Ну, приведет к концу дружбы. Ну, приведет, да. Ну, если приведет к концу дружбы, значит, такой ли этот друг для вас на самом деле, если, ну, допустил то, что, вот, это привело к концу. Такой ли это друг? Как вы сами, как вы сами, опять же, считаете? Понимаете? Вот. Вот об этом размыслите, об этом, об этом подумайте. Что значит дружба для вас, например? Почему вам так страшно эту дружбу потерять? Соответственно. Соответственно. Вот. То есть, что произойдет? Что случится, если, если вы останетесь без этого человека? Ну, без дружбы с ним? Что произойдет? Понимаете? Вот. То есть, это все нужно исследовать вам для себя хотя бы. Понимаете? Чтобы лучше понимать себя, чтобы лучше отдавать себе отсёт в том, чего вы хотите, чего я хочу. Да? Вот. Все понятно? Я, я надеюсь. О чем я говорю? Говорю. Говорю. Ну. И, 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 свои желания, которые у вас есть. Нужно реализовать. Самостоятельно. Вы говорите, я не хочу его потерять. Вы говорите, я не хочу его потерять. Так, как будто речь идет о вещи. Но вы же согласны с тем, что человек это не вещь. Ну, наверное. И, наверное, согласны. Ну, а раз так, если вы согласны с этим, то почему же вы не хотите человека потерять? Значит, если вы его потеряете, значит, такой его выбор, таков его выбор, и это его право. Разве нет? Не согласны с этим, с этим? Понимаете? Вот. И, если вы не хотите его потерять, то, может быть, все-таки вы в нем нуждаетесь. Вот. И, если вы в нем нуждаетесь, то, надо подумать, в чем вы нуждаетесь. Чтобы не быть зависимым от него. Чтобы выступать максимально, значит, ну, максимально, скажем так, максимально независимо. Понимаете, да? Важный этот момент. Как вы, как вы считаете? Важный. Конечно, важный. Так вот, озабудьтесь им. Озабудьтесь этим аспектом. Вот. Озабудьтесь этим всем. И, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Вот. Понимаете? И, тогда уже можно будет. Ааааом. Ну. Что-то делать. С вами. И помочь вам можно будет. Как раз таки ответить вам на вопрос. О том. Ааа. наше сердце ответит на вопрос, что делать, это и будет ваш ответ, потому что желание ваше, да, желание ваше, вам хочется, вам хочется, это нормально, хочется там, ну, ну, понятно, да, хочется, реализации, как бы, это понятно, хочется исполнения желаний, это тоже все понятно, вот, это нормально, естественно, вот, но желание это лучше реализовывать все-таки, скажем так, естественным, конструктивным образом, правильно? не негативным, наверное, чтобы от этого люди не страдали, чтобы вы не мучились, чтобы другие не мучились, не мучились, вот, и, наверное, вы хотели бы этого человека все-таки сделать счастливым, ну, я надеюсь, что хотели бы, так, не лучше ли их будет в первую очередь, свои проблемы разобрать, они у вас есть, хотя бы потому, что и родственные дружают идеализацию, и проблемы с родителями, то есть, как бы, у вас тут вот, недолюбленность, недоигранность, то есть, ну, есть вот, есть какие-то определенные сложности, сложности, как, как, как мне скажутся, вот, вот, со всем этим, со всем этим, давайте разберемся, со всем этим, давайте разберемся, и когда разберемся, уже будет понятно, что, как и зачем, ну и, и, соответственно, почему, вот, понимаете, вот и все, вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на этом все, значит, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его, лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok